здравствуйте дорогие любители вязания сегодня мы с вами снова вяжем узор из книги хитомишиды 250 узоров она называется 250 японских узоров для вязания на спицу большая коллекция дизайнов хитомишиды но ее две знаменитые книги 260 узоров и 250 узоров я называю просто то и все вязальщицы так называют книга 260 узоров книга 250 узоров кто не знает хитомишиды это японский дизайнер по вязанию знаменитый знаменитая на весь мир и вот такой узор я предлагаю вам связать узор номер 203 вот как он выглядит в книге очень красивый узор необычные переплетения вот как он выглядит уже когда я его связала посмотрите очень красивый естественно подойдет для любых теплых вещей свитера пуловеры кардиганы шакеты джемперы что угодно шапочки шарфы на изнанке вот так выглядит чудесный узор вяжется легко вяжется быстро немножко сложные вот эти переплетения но совершенно просто чуть-чуть один раз их свяжешь и все дальше уже как по маслу пошло само и давайте я покажу вам как это вяжется именно вот эти переплетения потому что вот посмотрите на схему узора самое основное вот написано рапорт 17 петель 18 рядов и самое сложное это вот эти переплетения даже вот так вот а здесь уже после этих переплетений вяжется совершенно одинаково и я не вижу смысла вам провязывать вот эти все ряды давайте с вами начнем вязать раппорт узора составляет 17 петель в ширину 18 рядов высоту кто ни разу не вязал по схемам хитомиши да и вообще по азиатским схемам для тех я повторяю что петли все условные обозначения показаны на схеме так как они выглядят на лицевой стороне изделия по этим схемам легко вязать по кругу просто читаем схемы все ряды в схеме справа налево все все ряды и вяжем по кругу повторяя петли раппорта для тех кто будет вязать вещь из поворотными рядами мама сейчас образец будем будем вязать поворотными рядами то в изнаночных рядах мы петли читаем наоборот вот показана пустая клеточка это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне это значит что в изнаночном ряду мы будем вязать ее лицевой петлей и наоборот если в изнаночном ряду показана вот лицевая петля то мы будем вязать ее изнаночной петлю вот эти лицевые скрещенные петли я вам сейчас покажу как вяжутся ну и соответственно вот эти переплетения сейчас мы все с вами это про вяжем еще раз полюбуемся и начинаем вязать мы провяжем с вами один рапорт ширину 1 раппорт высоту набираем на спицы 19 петель вместе с кромочными 1 кромочную я снимаю последнюю кромочную провязываю изнаночной и нам понадобится дополнительная спица вяжем первый лицевой ряд сразу говорю что после того как мы набираем петли в первом лицевом ряду у нас петли лежат так как они лежат удобно для тех кто вяжет классическим способом я вижу бабушкиными петлями и поэтому первый ряд будет немножко отличаться у меня и для тех кто вяжет бабушкиными петлями и так вяжем 1 лицевой ряд сразу после кромочной провязываем 3 лицевых 1 изнаночная затем лицевая скрещенная обычно вот лицевую обычную я бы провязала сейчас вот так лицевая скрещенная при классическом способе и вот в первом ряду вяжется вот за заднюю стенку как 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 я вижу бабушкиными петлями лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная второй раз провязали лицевая скрещенная изнаночная третий раз лицевая скрещенная изнаночная четвертый раз далее будет 3 лицевых и 2 изнаночных конце ряда 2 изнаночный ряд мы петли вяжем по рисунку то есть лицевые петли мы вяжем лицевыми изнаночные мы вяжем изнаночными но там где мы вязали на лицевой стороне лицевые скрещенные петли мы будем вязать их здесь изнаночными скрещенными и так второй изнаночный ряд провязываем 2 лицевых 3 изнаночных 1 лицевая изнаночная скрещенная вот изнаночную я бы сейчас провязала вот так а изнаночную скрещенную подхватывая петлю сзади она у нас развернулась изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная дальше будет лицевая петля и 3 изнаночных до конца ряда вот провязали два ряда и сейчас мы будем уже перекрещивать петли вязать красивую косичку третий лицевой ряд сразу после кромочной мы 4 петли 4 петли оставляем на дополнительные спицы за работой петля слетела кромочная оставляем 4 петли на дополнительные спицы за работой и провязываем лицевую скрещенную вот сейчас я бы лицевую петлю провязала так а лицевой скрещенную подхватываем вот так сзади снизу лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная затем петли с дополнительной спицы провязываем так 1 изнаночная и 3 лицевые пока что мало что понятно но надо провязать вот так дальше будет у нас 1 изнаночная и перекрещиваем 7 петель в левую сторону оставляем 3 петли на дополнительные спицы перед работой провязываем 3 лицевые одну изнаночную и петли с дополнительной спицы провязываем так как они перед нами лежат лицевая скрещенная разворачиваем петельку изнаночная петля лицевая скрещенная и 2 изнаночных у нас конце ряда в четвертом изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку только там где вязали лицевые скрещенные в лицевом ряду мы будем здесь вязать изнаночными скрещенными вот давайте провяжем вместе сразу после кромочной 2 лицевые изнаночные скрещенными 1 лицевая изнаночная скрещенная 1 лицевая 3 изнаночных лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная и кромочная петля 5 лицевой ряд сразу после кромочная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная 3 лицевых 1 изнаночная 3 лицевых 1 изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная и 2 изнаночных конце ряда вот уже поинтереснее смотрится в шестом изнаночном ряду провязываем петли 2 лицевые изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная лицевая 3 изнаночных лицевая 3 изнаночных лицевая изнаночная скрещенная лицевая изнаночная скрещенная то есть шестом ряду мы провязали петли по рисунку только где вязали лицевые скрещенные на лицевой стороне их уже хорошо видно мы провязываем изнаночными скрещенными и теперь вот посмотрите 7 и 8 7 лицевые ряд и 8 изнаночные вяжутся точно так точно так же как 5 и 6 давайте провяжем самостоятельно эти ряды если вы сомневаетесь в изнаночном ряду какую петлю провязать изнаночная какую провязать изнаночной скрещенной загляните на лицевую сторону и вам уже будет понятно и так 7 лицевой ряд вяжем точно так же как 5 8 изнаночный ряд вяжем точно так же как 6 встретимся с вами в девятом ряду вот провязали 8 рядов и сейчас девятом ряду будем делать еще одно перекрещивание 9 лицевой ряд сразу после кромочной оставляем 4 петли на дополнительные спицы за работой так ладно пусть она у меня будет так чтобы не убежала 4 петли на дополнительные спицы за работой оставили далее следующие 3 петли вяжем 3 лицевые как они есть лицевые так мы их и вяжем и петли с дополнительные спицы провязываем так 1 изнаночная заметьте у нас лицевая петля мы вяжем ее изнаночной 1 изнаночной лицевая скрещенная вот у нас изнаночной петлям и и за заднюю стенку провязываем лицевой и снова 1 изнаночная и лицевая скрещенная это изнаночную петлю за заднюю стенку дальше будет 1 изнаночная петля теперь 3 петли оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем лицевую скрещенную вот изнаночную петельку за заднюю стенку изнаночную петлю снова лицевую скрещенную изнаночную петлю провязали так 4 петли и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевыми в конце ряда 2 изнаночных в десятом изнаночном ряду петли провязываем по рисунку только там где вязали в лицевом ряду лицевые скрещенные петли здесь мы вяжем их изнаночными скрещенными давайте про вяжем вместе 2 лицевые 3 изнаночных 1 лицевая изнаночная скрещенная и повторяем так еще три раза лицевая изнаночная скрещенная второй раз лицевая изнаночная скрещенная третий раз лицевая изнаночная скрещенная четвертый раз и еще раз вяжем лицевую петлю и у нас остается 3 изнаночных до конца ряда мы провязали с вами 10 изнаночный ряд давайте я с вами провяжу еще 11 лицевый ряд 3 лицевых изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная лицевая скрещенная изнаночная петля 3 лицевых и 2 изнаночных вот мы привязали с вами 11 рядов и сейчас 12 ряд будем вязать как 10 а остальные все лицевые ряды 3 13 15 и 17 мы будем вязать как 11 ряд как мы сейчас провязали посмотрите на схему и вам будет все понятно совершенно одинаково мы вяжем до 18 ряда и если вам надо будет повторить рапорт то после 18 ряда вяжем точно так же еще 1 и 2 и затем делаем вот эти перекрещивания и в итоге получаем вот такую красоту я думаю что смысла нет показывать вам совершенно одинаковые ряды я надеюсь что вам понятно ставьте лайки если это так ставьте лайки если вам понравился узор и пишите комментарии подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к нам вести из тех тем и есть в интернете все ссылки вы найдете под этим роликом я желаю вам здоровья позитива удачи и ровных легких петелек пока пока